Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня специально для любителей колбасы мы приготовим куриный рулет. Для этого нам понадобится куриное мясо, можно целую курицу, можно взять филе, можно взять куриную грудку, также нам понадобится чесночок, чуток болгарского перчика, желатин, черный перец и кориандр. Ну, начнем. Для начала уберем все косточки с этой курицы. Лучше, конечно, взять домашнюю курицу, но у нас покупная тоже неплохо. Так, вытащили мы косточки с курицы, столько мяса у нас получилось. Вот они, косточки, пойдут на бульон. Куда-нибудь. Берем чеснок, режем его, можно через чеснокодавку пропустить. Ну, я его порежу. Вот так крупненько мы порезали чеснок, отправляем его к мясу. Далее порежем немного кубиков болгарского перца. Это больше для красоты. также отправляем его к мясу. Далее в наше мясо добавляем примерно 50 грамм желатина. На глаз примерно, можно чуть меньше, чуть больше. Немного кориандра. Кориандр обязательно, на мой вкус. Вы можете добавить любые другие травы. Черного перца, это тоже обязательно. И чуточку красного перца, совсем немножко. Все, теперь все это перемешиваем. Так же разумно сюда было бы добавить грибочков. Можно добавить морковку, порезанную маленькими кубиками. Теперь все это тщательно перемешиваем. И оставляем примерно на 20-30 минут для маринада. Чуть не забыл, самое главное. Соль. Соли примерно. Примерно чайную ложку сверху. Тщательно все перемешали. Оставляем в таком виде промариноваться. Примерно 20-30 минут. Прошло у нас даже больше, чем полчаса. Курица нашего хорошо промариновалась. И теперь самое интересное. Нам понадобится пищевая пленка. Сейчас я покажу, что надо будет с ней сделать. Растягиваем пленку по столу. И наше мясо все выкладываем прямо на эту пленку. А далее все просто. Наша задача, теперь все это как можно плотно завернуть. Ну вот, мы ее завернули плотно. Вот такая вот у нас колбаса получилась. Теперь дальше еще проще. Эту колбасу ставим вариться. Включаем огонь. Просто-напросто туда ее закидываем. И варим примерно полтора часа. Сильно большой огонь не делаю. Главное, чтобы немножко накипело. Ну что, прошло у нас полтора часа. Наша колбаска сварилась. Сейчас будем ее доставать. Один небольшой совет. Когда будете ее сворачивать в пищевую пленку. Пищевую пленку не жалейте. Очень тонко не заворачивайте. Чтоб она у вас не лопнула во время варки. Так. Теперь остывает, пускай у нас при комнатной температуре. Как остынет, положим ее в холодильник. Ну вот и все. Рулет готов. Отлежался в холодильнике. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Ну мы такой рулет готовим не первый раз. У нас очень любим такое блюдо. Так. Вот смотрите. Вот и получился наивкуснейший рулет. Если захотите сделать, не пытайтесь соблюсти точные пропорции. Импровизируйте. Здесь можно добавлять всякие грибочки, зеленый горошек, шпинат, любые травы, разное мясо. В общем, все по вашему вкусу. И может даже вы забудете про фабричную колбасу. В общем, всем успехов и приятного аппетита.